Социология эмоций как институционизированная область знаний существует уже больше 40 лет и эта область очень интенсивно развивается, но в нашей стране пока еще только находится в зачаточном состоянии, поэтому очень было бы продуктивно выделить некие базовые принципы этой субдисциплины в социологии. Речь идет не о теоретических даже положениях, на основе которых можно проводить концептуализации, формулировать гипотезы и так далее, а речь идет просто о тех принципах, которые как раз и фокусируют именно исследовательский интерес социолога. Я бы хотела об этих принципах поговорить и условно их разделить на девять, но на самом деле в каждом принципе можно еще выделить под принципы, поэтому количество этих принципов довольно условно. Их можно развивать, дополнять и, может быть, даже сокращать, но тем не менее, мне кажется, это такие системообразующие принципы, благодаря которым и читателю, и социологу станет понятно, в чем же заключается эта дисциплина и что, собственно говоря, и не является социологией эмоций. С одной стороны, проведение дисциплинарных рамок в каком-то смысле с точки зрения современного научного знания ограничивает специалистов, но с другой стороны, может и послужить неким подспорьем в направлении развития социологической оптики по отношению к этим довольно сложным феноменам. Итак, принцип номер один. Принцип номер один звучит очень просто. Он звучит так, что нужно изучать социальную природу эмоций. Это означает, что предметом социологии эмоций по сути являются социально-культурные условия, которые ведут к возникновению разных эмоций. Эмоции не являются некими такими иррациональными автоматическими реакциями, которые возникают произвольно тогда, когда им заблагорассуете или просто как реакция на окружающую среду. Эмоции в социологии рассматриваются как реакция именно на социальную среду. Поэтому предметом социологии эмоций являются именно эти социально-культурные причины. Их можно дифференцировать соответственно тематике социологического знания. Например, проблемы социального порядка, проблемы сплоченности. Можно ввести разные факторы, например, гендер, можно ввести систему социального неравенства в этом ключе. Но в этом нужно дополнить еще следующее, потому что если мы рассматриваем эмоции как следствие неких социально-культурных условий, мы должны сами эмоции в некоторых ситуациях рассматривать и как независимую переменную. То есть сами эмоции также могут способствовать как социальному порядку, так и, собственно говоря, разрушать его и противодействовать этому социальному порядку. Это вот такие дисфункциональные последствия некоторых эмоциональных переживаний, которые тоже также нужно учитывать. То есть в какой-то момент социальные условия порождают определенные эмоции, а с стороны эмоции сами могут обуславливать какие-то процессы. В этом смысле нужно подчеркнуть, что для социологии эмоции, их содержание очень важно. И здесь мы пользуемся знаниями других дисциплин. Прежде всего, конечно, психологии, истории, антропологии и даже нейрофизиологии. Но для социолога важно то, насколько исследование, понимание этих эмоций проясняет то, что происходит в обществе, в разных сферах общества. Поэтому социология эмоций развивается именно как знание об эмоциях в разных социальных контекстах. Например, в спорте, здравоохранении и даже в науке в разных сферах общества. Принцип второй. Я бы условно назвала так метафорически микро-макро. Дело в том, что эмоции — это очень сложный, но при этом совершенно замечательный феномен, который связывает человека с социальным миром, то есть с миром культуры и социальной структуры. И в современной социологии эмоции эмоции служат основой концептуализации такой связи. Как человек ведет себя в соответствии с требованиями социального порядка. И здесь существует целый спектр теорий, которые нам могут прояснить, как человек эмоционально становится привержен социальному порядку. Причем начиная от простейших норм этикеты до социальных структур, до общества в целом. Я уже не говорю о том, что люди любят свою нацию, свое государство и так далее. Они им привержены и следуют в соответствии с этим. И переживают, если эта связь, допустим, обрывается или модифицируется и так далее. Поэтому вот эмоции в социологии изучаются не только на микроуровне, что, казалось бы, понятно. Обмен эмоциями между индивидами и их роль в действиях, но и на уровне всего общества в целом. То есть мы не должны упускать именно такие макроявления, потому что там тоже есть некие эмоциональные измерения. Принцип третий. Эмоции в социологии нужно изучать как сложные многокомпонентные феномены. Социологи придерживаются традиции рассмотрения эмоций, состоящих как минимум из четырех компонентов. Первая, конечно, это физиологическая реакция, которая, как правило, не всегда сопровождает эмоцию. Это экспрессивная мимика, то есть выражение лица, которое соответствует эмоции. И два компонента, которые уже напрямую имеют отношение к социальному взаимодействию. Первая — это мгновенная оценка ситуации, как некая вспышка, может быть краткосрочная, а может и более длительная. И последнее — это культурные дефиниции или культурные лингвистические обозначения самой эмоции. Сложность эмоций заключается не только в их многокомпонентности, но это много компонентности дает социологам Карл Бланш в исследовании социальных компонентов эмоций. Сложность заключается в том, что эмоции указывают на довольно серьезные культурные различия в понимании переживания эмоций, в тех правилах, согласно которым этими эмоциями люди управляют в той или иной культуре. Принцип четвертый следует из принципа три, потому что здесь вопрос ставится о классификации эмоций. Какие эмоции существуют и сколько их вообще? Для социолога здесь вопрос стоит о том, что он исследует. Поэтому социологи могут пользоваться разными классификациями. Они могут быть большими классификациями, могут быть упрощенными, но тенденция сейчас совершенно очевидна в социологии эмоций, что социологи уходят от простейших классификаций эмоций, например, позитивные и негативные, базовые и небазовые эмоции, а идут к более сложным классификациям эмоций, которые возлагают человеческий опыт на различные эмоциональные состояния. Принцип пятый в каком-то смысле обобщает все вышесказанное и подчеркивает именно социологическую проблематику в исследовании эмоций. Это то, что эмоции нужно изучать как исторически изменчивые явления, потому что складывается впечатление, что наши эмоции — это нечто универсальное, то, что все переживают, и тот же страх, например, как биологические, генетические данные нам эмоции, она будет всегда одинакова. Социологи как раз придерживаются обратно, что на самом деле, может быть, так и есть, но социальный мир каким-то образом фильтрует эту эмоцию, каким-то образом преображает, и человек боится не просто того, чего боялись люди всегда, а он боится каких-то вещей, которые уже рождаются в его социальном мире. В соответствии с этим принцип шестой — нужно изучать эмоциональную работу. Что такое эмоциональная работа? Здесь мы не будем говорить, что это какая-то работа оплачиваемая, как сейчас все понимать. Нет, это количество усилий, которые тратит человек на то, чтобы управлять своими чувствами в соответствии с теми нормами, которыми приняты в культуре. Дело в том, что действительно не только социологи, естественно, но фиксируют расхождение между теми чувствами, которые реально переживает человек, и теми чувствами, которые он показывает. Социологи занимаются не просто этим процессом сами по себе, но и социальными условиями, которые толкают человека на то, чтобы человек управлял этим расхождением. Поэтому дальше мы можем сказать, что принцип семь, который можно из этого вывести, что эмоциональная работа неотделима от процесса построения собственной идентичности. Эмоциональную работу нужно рассматривать в соответствии с тем, как себя человек понимает. Тогда и сами эмоции станут более явными, и мы с помощью эмоций поймем, как человек к себе относится и как он строит свой образ. Поэтому я бы сказала, что нужно изучать эту эмоциональную работу в неком триединстве, то есть как совокупность работы с идентичностью, работы с эмоциями и некой телесной работы, которая не отдельно, потому что эмоции, конечно, имеют физиологические компоненты. Принцип восемь. Я бы его назвала исследовательским. На основании всего сказанного о многокомпонентности и сложности эмоций, конечно, социологи сталкиваются с довольно серьезной проблемой, какие методы использовать при исследовании эмоциональных явлений, потому что они довольно сложные. И здесь совершенно четко наметилась стратегия комбинирования методов социологии. То есть эмоции не изучаются только одним каким-то методом, то есть, например, только интервью. То есть это будет непродуктивно. То есть мы узнаем только то, что человек хочет о себе сказать, но мы не узнаем, допустим, что он там реально переживает. Поэтому социологи комбинируют методы. Они изучают не только с помощью, например, интервью или большого опроса количественного, но и также изучают тексты, изучают, значит, те нарративы, которые в социальных сетях относительно чувств присутствуют. И разными способами комбинируют эти методы. Например, качественные, дополняют количественными. В самой ситуации интервью изобретают новые приемы, чтобы как бы понять, что происходит с человеком. Ну и более того, еще и задействуется, конечно, целый багаж психологических методов, которые помогают распознать то, что реально чувствует человек. Поэтому даже социологи сейчас используют некую аппаратуру техническую для того, чтобы фиксировать, например, выражение лица и как-то совмещать с тем, что человек говорит. Поэтому у социологов просто нет выхода. Либо комбинировать методы, либо мы будем говорить о каких-то ограничениях этого метода, что мы узнаем только, например, либо понимание эмоций в культуре, либо те нормы, которыми руководствует человек. Но мы можем не знать, что реально он переживает. И последний принцип, принцип номер девять, я бы назвала его этическим. Соответственно, поскольку социологи погрузились в исследования чувств человека, то есть они вторгаются уже не просто в его приватную сферу жизни, которая довольно институционализирована, но, я бы сказала, еще глубже — в интимную сферу. То есть побуждают его рассказывать или каким-то образом размышлять об этой сфере жизни. Поэтому здесь, конечно, социологи уже начали вырабатывать профессиональные этические правила, чтобы в процессе, например, того же интервью или исследований не навредить человеку, который рассказывает о своих чувствах, не вызвать у него какие-то болезненные переживания. Более того, вот этому выгоранию или проблемам подвержены не только сами информанты или респонденты, которые участвуют в исследовании, но и сам социолог, которому нужно иметь квалификацию, чтобы самому работать своими чувствами. Поэтому вот даже в ситуации интервью социолог должен виртуозно отслеживать, что же происходит, и иметь соответствующую квалификацию, чтобы ни себе не навредить, не соответственно своим, не соответственно, участникам исследования. Вот поэтому вот, пожалуй, здесь можно остановиться на перечислении базовых принципов дисциплины. Но я хочу сказать, что теоретический синтез, чтобы наполнить эти принципы в социологии, сейчас осуществляется, и уже предложены некие синтетические подходы к изучению эмоций, которые дают возможность все эти принципы совместить и реализовать, имея целью построить некую формальную общую, общеразделяемую теорию эмоций в социологии. Субтитры создавал DimaTorzok